У меня много третьих жена. Теотехи, которые там клипы и жутко. Постоянно молчит. Он так говорит золото. Молчит. Жена? Жена молчит. Действительно, я так смотрю на друзей, как только начинается это делание, все, мужчина долго здесь идти будет. Какие вы нежные. Ну, бить-то нельзя. У меня просто есть друг, он, когда я рассказывал, ну, бандит, он, кстати, не русский, у него жена, так, не одна, так скажу. Они друг друга знают все. Одна, кстати, она обурналоговая, любовница русская, она обурналоговая работает, на группе, на группу ездит. Как она ласково с ним разговаривает. Вы бы видели просто, что с русскими мужчинами так же еще не разговаривают. Не знаю, что русскими мужчинами ничего не сделают. А там, если что-то будет, либо уйдет, либо что-то похуже. До сих пор... Ну, как? Не, это ли тебе дорогу? Что он мне так... Да я просто как бы... Это ему помолву, человек так стоит. Света, если так все гармонично, то почему действительно сейчас есть деревень, и люди сползаются в города? Насколько это гармонично? Кушать хочется. Что значит, кушать хочется? Кушать-то в деревнях растет. Ну, смотри, это же в твоем мире сползаются, а в моем мире расползаются в родовых поместьях. Да, в моем мире тоже расползаются. Конечно, сейчас много девочек. У меня очень много друзей, знакомых, которые в родовых поместьях. То есть мы к ним очень часто ездим, например, в баню. Хочется нам что-нибудь такого, чтобы уехать, никого не слышать, не видеть. Там у них прям есть домики гостевые, там еще что-то. Ты один на гектаре земли. Тебя никто не трогает. Никто не трогает. То есть эта тема все-таки полудет. Это вот после МИГРЭ как началось, да? Ну, наверное. Я не читала МИГРЭ. Не читала? Да. Я вообще вот этих книг никого не читала. Я узнала, как-то недавно там о каких-то разных людях, которые постоянно на слуху. Я о них узнала, ну, буквально, наверное, где-то полгода назад, где-то год назад. То есть я вообще никогда не была в этой теме. Я никогда не знала. Я ни про кого не слушала. Я до сих пор некоторых не знаю. У меня вот говорят, как вот это вот, знаешь, вот это вот. Я не знаю вот эти вот чакры, которые говорят. Это вот такая-то чакра, это такая-то. Я вообще не знаю. Я знаю, что их вроде бы семь. Это максимум, что я знаю. Я знаю, что есть дыхание маткой, которое все обсуждают на каждом шагу. Это максимум, что я знаю. Я уже первый слышу. Это все. Я даже знаю, кто это придумал, это дыхание. А так, чтобы вот какие-то... Что только не придумают. Я понимаю, там, да, там тантрой занимаются, там люди. Ну, смотря какое сейчас тоже бывает. Тантра это общее слово. Просто есть вот буддийское сутра, тантра, дзакчен. Тантра это просто значит трансформация. Это просто маленькая часть того, что... Я даже не знаю, сколько тантра. Ну, это вот. Сутра это молитва. Самая простая, грубо говоря. Тантра это уже трансформация энергии. Зачем что-то вообще там, я сам не знаю. Это общее слово. Тантра это все как произносят. Все сразу думают, да вот об этом. А на самом деле, вот трансформация энергии энергии, там это маленькая часть учения. А превратили на данный момент, на сегодняшнее время, да, в очень такое, как бы, групповое, так скажем, вообще ужас какой-то. Все тантры не буду делать. Ну если как бы подобно заниматься, понятно дело, что энергетика там будет. Надо быть вообще, о, не чувствуете там. Витя, скажи, пожалуйста, атланты сворачивают у детей. Насколько это всё серьёзно и насколько это у меня будет? Сворачивают. Атланты? Что значит сворачивают у детей? Когда ребенок рождается в домах, то вытаскивают сначала головкой, поворачивают, вытаскивают клетчика. У него получается сворачивает. У меня самого папы, это те, которые... Волитарь, политарь, слегка. А может, ты в этом области жизни восстанавливаете? Если его обратно в течение жизни сделать, один раз нужно, то оно восстанавливается. То есть у многих вот этот канал, он пережат, как шланг пережат, и не идёт вот эта информация. Многим, вот бывает такое, да, что, например, вот мы что-то думаем, мы что-то понимаем, вот всё это знаем, но вот нет вот этого перепроживания мгновенно, нет вот этого ощущения, нет вот этого, что дошло до нас, вроде всё знает. И бывает такой момент, вот вроде вы услышали какое-то слово, какой-то триггер, и у вас такое, точно, потому что я это слушала уже в течение длительного времени, почему до меня раньше не доходило, а сейчас дошло. Это потому что по вашей тоникой спирали, начиная с этой энергии, очень многие вот это вот как шланг перекручено. То есть его нужно физически ставить, оно вот при вот этом... Чем больше ты находишься во взрослом возрасте, тем больше у тебя уже как бы привык, вот весь организм находиться вот в таком состоянии. Ну да, его привык. Поэтому нужно несколько раз ставить, но когда ты ставишь, ты должен чётко понимать, к какому осознанию ты идёшь. Потому что если ты его поставил сюда и занимаешься опять тем же образом жизни, то что туда идти-то, он уже привык, что туда ничего и привезти-то не надо. Ну я просто знаю, что раньше по битухе, когда ребёнок пытался, там по битухе принимали, они лепили ребёнка колонку поправляли, там птицы, вот это вот всё делалось, что-то, оно даже так и называлось, как-то слепить его. Вот, а сейчас это не делается, выдернули его. Я своим ставила, сама? А, сама ставила. То есть нужно ставить, в основном деле, потому что у него бывают перекосы. Ну там не то, что нужно, там же, смотрите, есть, я не знаю, как они правильно называются, как бы динамический гимнастик, или что, когда ребёнка там, то на одной руке ты можешь, там он крутит, то на другой, там его перекручиваешь. Вот я там за руку и за ногу, там где-то, да. Это я всё с детьми делала, и очень-очень ловко, очень быстро. Поэтому там все кости, которые... С новорождением, маленьким, маленьким. Мальским уже взрослым, но... То нужно всё-таки чистить костоправу. А ты костоправу всё равно плакала. А с новорождением, как бы у меня, многие, кто вообще видел, они не могли смотреть. Нет, я тоже, я тоже не знаю. Ты что, ты там руки вырышь, ноги вырышь. А они как хочет, умираются, у них всё до места. Вот тут первые двоих нормально, они прям это... Мальча, она очень зажатая была, её аж трясло, когда я ей начинала... Посмотреть, когда ты рожала, что строила, изучать. Блин, ну что такое у нас? Какие были отношения с мужем? Хорошие. На тот период. Никаких обид на него нет, ну нет. Ну, вот покайся, так, в степенье нет, блин. Себе по-честному признавайся, если вопрос. Ты уже до этого знала, как он относится, что для него дети не валк. Ага. Но ты же всё равно родила, потому что это не так. Анастасия, если будешь обманывать, ничего не вырожаешь. Зачем третьего рожала? Зачем третьего рожала? Ну, не для того, как многие говорят, чтобы мужа удержать. Просто она... Она развивётся всегда, да. Она просто получилась не изначально. Ну, он приехал с деревней. Пацана отвёз к родителям на лето, потому что у нас там холода дает. И так получилось, что мы изучали сразу третьего рожала. На родостях. Да, на родостях. Долго не виделись. Вот, как бы не было ничего такого. А почему так с соблёнком, потому что трясёт? Три слова. Можно я ещё тему такую подниму? Это про... Говорили про любовь. Вот эту вот без... Такую бескорыстную, да? Безвозмездную. Или вот прям вот такую, которую готов отдать всем и каждому. Всех воспринимаешь одинаково. Как у вас это лично проявляется? И когда вот в вашей деятельности, когда вы с кем-то проводите там сеансы, консультации, как оно у вас проявляется? Ждёте ли вы обратного чего-то? Обратного никуда не жду. Делаете ли вы это просто так? Ждёте ли, что вам вы должны что-то возместить за ваше время, за ваше труд? Но я всегда, я в 90% случаях, я работаю платно. Вот. То есть вы... Это моё время. Да. Деньги – это же не это, деньги – это энергия. Готов ты принять энергию? Если ты не готов принять энергию, что ты можешь отдать? Ну, вы наполнены, и что в моём понимании, что вы наполнены настолько, что вы уже не можете удерживать это в себе и готовы с кем-то поделиться. И неважно, дадут вам что-то взамен или нет. В любом случае, откуда-то с другой стороны оно вам вернётся. Вы же отдаёте, да, в мир. И где-то оно к вам всё равно сольётся. И вот вы находитесь в том состоянии, что уже хотели бы в чём-то кому-то помочь, не беря обратно ничего. У меня есть 10% людей таких, которым я делаю безвозмездно. Это ваши родные, близкие, родственники? С родными, близкими, родственниками я не работаю. Как вы понимаете, что вы готовы конкретно этому человеку отдать? Я знаю ситуацию, когда мне рассказывают ситуацию, я вижу, что человек готов работать и готов принять. Потому что здесь же вопрос в другом. Когда ты начинаешь работать без оплаты с кем-то, тот человек, с которым ты работаешь, вот ты ему даёшь вот столько, а он возьмёт в лучшем случае вот столько. Только лишь потому, что у него будет чёткое понимание, которое у нас есть шаблонное понимание, что а что я дам? То есть ты взять-то можешь, а дать-то ты что дашь? Пообнимаешь меня, что ты мне дашь взамен? А надо ли? Я могу кому-то другому это отдать. То есть я уже... Так у другого ты можешь взять. Правильно, я могу взять и у другого. Я к тому, что, допустим, я отдаю всем своим родным, там, детям, мужу, ещё кому-то, допустим, просто подошёл ко мне ребёнок, я готова его обнять, отдать ему любовь, не требуя от него, а ты мне что-то дашь взамен. То есть я об этом вообще не думаю. У меня она есть, она у меня в избытке, но я тебе тоже могу дать любовь, но ты же от меня хочешь познать мой путь, в который я вложила определённое время, определённую энергию, своё здоровье, своё там ещё что-то. Хорошо. И если я тебе его буду раздавать так, я его буду обесценивать. То есть он без цены, он нулевой, бери. И что ты возьмёшь? Ты возьмёшь ноль. По-другому никак не работает. Мы же все привыкли, что, а, любовь, вы должны нам бесплатно, мы сейчас её возьмём. Ничего вы не возьмёте. Это уже проверено. То есть вы проверяли? Конечно, я же бесплатно работала, я работала за донейшн. Я это всё проверила. Чем больше ты выказываешь цену, тебе же сегодня как раз сказала. Что сказали? Он же сказал, что чем больше я плачу, тем больше я беру. А, ну за чёрт. Ну не знаю, я просто в этой ситуации никогда не была, я ничего такого вот сверх не приобретала. То есть я каждый раз, когда я что-то хочу приобрести, я сначала понимаю, а, этот продукт стоит того. Я достаточно часто замечаю те вещи, когда, просто говорю, о физических товарах, которые вот в этом магазине, этот товар стоит там 5 копеек, а в этом он стоит 500. То есть наценка идёт существенная. Поэтому я понимаю, что я могу купить его дешевле. Хотя это один и тот же товар. Одно и то же. Правильно? И это сплошь и рядом. Совсем правильно. Вот смотри. Тут, например... Сплошь и рядом это я сталкиваюсь и понимаю, что я не готова. Я просто не готова. В твоём мире всегда есть плюс и минус. У тебя есть оценочность. Ты не готова к принятию себя. Ты оцениваешь абсолютно всё. Но просто вот в этом магазине ты заходишь и ты переступаешь лужи, идя до того, чтобы сэкономить. А в этот магазин ты заходишь и тебя на ручках проносят к этому товару. Один и тот же товар, подход разный. Но ты этого можешь не заметить. Потому что для тебя товар. Этот 500 рублей, этот 800. И у тебя так вся жизнь проходит. Ты не видишь пути своего. Ты всегда идёшь к цели, с которой потом ты не можешь ей насладиться. Потому что пункт ты не прошла. Ты его пробежала голопом по говну и кочкам. Ты не получила удовольствия. Ты дошла до туда, ты его взяла. Он у тебя как бы есть, как бы и порадоваться может. А порадоваться чему? У тебя в жизни так происходит. Ты в жизни не можешь... И не обязательно я могу пройти по какашкам и добраться до самого оптимального варианта. Это тоже неправильно. Но я тебе умрако говорю, как оно чаще всего и срабатывает. Ну, не факт. Не факт. Но у нас уже нет ничего такого, чтобы было факт. Но однако же ты не довольна тем, как ты существуешь? Ты не довольна своей жизнью? Я абсолютно всем довольна. Тех условиях, в которых я натворю, самое прекрасное. Только мне уже немножко это дело не то, чтобы поднаскучило, но мне уже все понятно, все известно и мне неинтересно. Самое, что интересно, что тебе вообще ничего не понятно. Если бы тебе было понятно, ты была бы уже на другом уровне. Понимаешь? Как мы себя обманываем? Мы думаем, что нам уже все понятно, я хочу дальше. Если тебе понятно, как вступить на эту ступеньку, то ты на нее ступишь, пойдешь на следующее, если тебе понятно. Ну и пока я их не знаю, как вступить на следующее. А ты как раз не понимаешь, что происходит вокруг тебя. Ты говоришь, мне все здесь понятно, уже неинтересно, я пошла дальше. Неправда. Ты врешь сама себе. Когда мы находимся во лжи к самому себе, то мы не можем повернуться к себе, а у нас этого нет. Ну тогда что не так еще? Нам нужно понять. Это нужно к тебе обращаться. Ты же не хочешь к тебе обращаться. Ты же опять на меня перекладываешь ответственность. Скажи мне, что делать? Пошла. Мужу привет. Спасибо. Всем просят от меня инструкцию. Ну как сделать-то? Ну с чего начать-то? Ну расскажите, как у вас. Я же каждый про... Я несколько раз в неделю все время рассказываю свой путь. Свои видения. Как я вижу ту или иную ситуацию. Я же всегда делюсь. Но если вы не можете что-то взять, это же не потому, что я не даю. Это вы не готовы к определенной информации, к определенному пути себя. И вот если ты повернешься к себе, если ты начнешь идти в свой путь, то он у тебя будет великолепным. Тебе может быть не я, никто не нужен будет. И я не для того, чтобы вести кого-то. Когда меня спрашивают инструкцию, я не ту, чтобы вести. Я для того, чтобы научить вас поворачиваться к себе, чтобы у вас не было никаких гуров, никаких учителей, никаких там проводников каких-то. Только чтобы научить вас поворачиваться к себе, чтобы вы могли интерпретировать, что происходит с вами, что происходит с вашей жизнью. Как вам дальше работать с той или иной ситуацией, чтобы вы понимали, как цель работы. И чтобы это начать делать, это нужно просто начать делать. Я могу поделиться, что я полгода назад познакомился с этой темой, о том, что жизни в инструкции нет, но чтобы это понять, мне потребовалось полгода, чтобы в этом направо чувствовать это. Потому что я вот это тоже со всех инструкций текст. Что эти подавцы не инструкция. И вот хорошее пример, которое я тоже не сразу понял, но потом у меня разбился, это пример того, как ребенок учится ходить. Для этого, для того, чтобы ребенок научился ходить, кто-то может смотреть еще что-то, но инструкции нет. И что в результате все люди ходят и кажется, что все делают что-то одно, но на самом деле нет. Что каждый раз свое понимание, что такое ходить. То есть каждый когда-то с собственным опытом понял, как ходить, и понял, что ходить это там. А другой человек тоже что-то понимал, что ходить это там. с видом выглядит одинаково, и может быть даже инструкцию можно написать, но все равно у каждого это свое. И вот на той мере того, как ребенок учится ходить, можно понять, что без инструкции возможно. И вот с таким подходом можно подходить к любому действию жизни. у меня до этого понимания ушло полного. Ну здорово. Здорово, что ты пришел к этому пониманию, не важно, сколько тут прошло время. Ребенок хочется ходить не потому, что я ему что-то что-то сказал, а потому, что он идет потом на чувствование. На чувствование поддержки от ман, например. на чувствование еще что-то, на чувствование вот эти все чувствования он тебя отбирает и начинает ходить. И когда мы отбираем чувствование, что я могу, у меня есть такие же люди, как и я, у меня есть мои близкие, я могу повернуться к себе, я себя могу увидеть много, я готова к себе, к новой. и мы начинаем потихонечку разворачиваться к себе. Прорабатывать все моменты, когда ты чувствуешь, когда ты... Самое лучшее проработать в себе какие-то моменты, это когда ты говоришь, вот здесь я все знаю, а вот здесь ничего не знаю. Где ты все знаешь, туда ныряй, там ты ничего не знаешь. Дорогие ощущения, я поднесся к тому же, что, возможно, вот ключом к пониманию вот этой дискуссии возможно послужит такое допущение, что а вдруг инструкции нет. Ну, просто попытаться себе допустить такого, что а вдруг не существует инструкции. Ну, просто вот, и с этой мыслью вылупажить в такое время. И может быть, если это отзывается, можно чем-нибудь попоминуться. решаться. Денька, хотела спросить про графику такую, у тебя, у меня, у меня была там, ну, как ты приведу, там записывай, действовать, ну, как вот, помогать, что ты там чувствуешь, делаешь, ну, как, чтобы... обязательно. Обязательно. Вот, блокос начинает писать, делайте три колонки. Я их всем даю, это самая элементарная, самая простая практика, но очень много делений в себе. Делайте три колонки. что я чувствую, это физика, физическое тело, что и как я ощущаю, что я чувствую. Вторая колонка, это психологическое, что я думаю, как я рассуждаю. И третья колонка, это психическое, что я ощущаю, что я чувствую. физика, это то, что как мое тело реагирует, то есть, в каком состоянии мое тело первое, физика. То есть, болею я, не болею, то есть, вот эти вот состояния. А последнее, что я ощущаю, как я ощущаю, грудь, тоску, какие ощущения внутренние, какая глубина. А что я думаю, это лентация. Что я думаю, это психика, это, это психика, это, что я чувствую. А психологическое состояние, это, что я думаю. Вот психологи работают, что я думаю, что я знаю, что я не знаю. К чувствула или не обращаются, потому что на чувства не отходят. Я думаю вот так вот, а чувствую-то я по-другому, значит, это не то, это неправда, что я думаю. поэтому сейчас очень рекомендую попасть. как, здесь процесс, вот с собой какую-то книжечку периодически туда написывать, или как? Нет, ну вот, например, сургейника какой-то... это, это, эти тратики, она вот выглядит бы так. Какую таблицу? Это, ну, то есть, я, ну, то есть, получается, это, чувства, выясни, ощущения, все, ну, у меня, да, ну, у меня, как бы, я свою методику выработал, по которой действую, но в целом, это больше, ну, что за книжку ты потеряла? Вон там, то есть, подержишь, а подчеркнули. Ну, то есть, ее в самой жизни, да, передикаративную, ну, вот, ну, то есть, это, 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 ну, там, сейчас, ребят, сделаем 10 минут перерыв. Мальчик, господи, что у тебя потом.